На остановке Дальзавод прямо на пешеходном переходе сбили женщину. Водитель отрицает свою причастность к произошедшему. Немолодая женщина ранним утром пытается пересечь улицу Светландскую в районе остановки Дальзавод. Но тот факт, что движется она по пешеходному переходу, не уберегает ее от опасности. Молодой водитель управляет автомобилем Nissan X-Trail. Машина не останавливаясь пролетает по зебре, цепляет правым крылом пешехода и также стремительно покидает место столкновения. Очевидцы происшествия немедленно вызывают пострадавшую скорую к месту учетного ДТП, быстро прибывают и сотрудники ГИБДД. У которых сразу возникает немало вопросов к водителю внедорожника и главное в каком состоянии молодой человек. Последний не отрицает, что употреблял алкоголь, однако он категорически не признает, что машины управлял именно он. То же самое он говорит и в съемочной группе программы «Автопатруль». Да я даже не заметил, что произошло. У меня просто за рулем сидела услуга от трезвого водителя. То есть от такси? Нет. Мы остановились, я просто пока шел сюда, там у меня уже никого нету, сейчас ничего не докажешь уже. Я пришел сюда, я выпишу, да. Я заказал от сауны, меня в сауне заказывали. У сотрудников ГИБДД это объяснение доверия не вызывает, тем более, что опровергнуть его особого труда не составляет. Есть очевидцы происшествия и камера видеонаблюдения. Все это может дать исчерпывающую информацию о водителе подбитого экстрейла. А еще в случае заведомого обмана сотрудников правоохранительных органов наказание может быть серьезнее. После таких доводов молодой человек садится писать объяснение, все это время медики скорой колдуют над пострадавшей. Женщина чувствует себя неважно, по предварительной информации у нее открытый перелом ноги, сильно ушиблена рука. Однако жизнь ее уже ничего не угрожает. После всех необходимых предварительных мероприятий скорая доставит ее в тысячекоечную больницу. На месте столкновения машины и человека начинает свою работу оперативная группа сотрудников ДПС. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства дорожной драмы, которая могла стать трагедией.